Всем привет! Меня зовут Валя и я рассказываю о жизни в Америке. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки нет официального языка, конечно же, английский язык – это самый распространенный и самый знакомый язык для большинства американцев. И объяснение этому очень простое. Америка до обретения своей независимости была британской колонией. В связи с этим страна унаследовала большую часть своей культуры, а также язык – от британцев. В Соединенных Штатах Америки английский язык используется почти во всех официальных документах. И почти все люди, которые здесь живут, имеют хоть какие-то навыки английского языка. Но есть и другие достаточно популярные языки в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы посмотрим на топ-10 самых популярных языков в Америке и причины их распространения. Как вы, конечно же, знаете, Соединенные Штаты Америки – это страна иммигрантов. Сюда приезжали и приезжают люди со всех стран. Иммиграция в значительной степени повлияла на демографию Соединенных Штатов Америки. Большой приток испаноговорящих людей сделал испанский язык вторым самым популярным языком в Америке. Число испаноговорящих жителей в Соединенных Штатах Америки растет постоянно. Некоторые штаты, например, штат Калифорния и штат Техас, имеют более чем 20% жителей, которые предпочитают говорить на испанском. Для них это является родным языком. Другие два штата, где испаноговорящих людей очень много – это штат Флорида, который находится вот тут вот внизу, и штат Нью-Йорк, который находится вот здесь. И это можно объяснить тем, что сюда едут выходцы из Кубы. Ну ладно, с испанским языком понятно. Недалеко у нас Куба, недалеко у нас Мексика, и латиноамериканцы едут в Америку, в Соединенные Штаты Америки, чтобы здесь заработать денег и начать жизнь попроще, получше. И, конечно же, приносят свою культуру, свой язык. Так что те иммигранты, которые не знают английского, но знают хорошо испанский, особенно если это их родной язык, достаточно часто они могут найти работу в Америке, потому что есть и бизнесы, и работодатели, которые говорят только по-испански. Habla espanol. Hola, como estas? Ну какие же другие популярные языки есть в Америке? На третьем месте по популярности у нас китайский язык. И я понимаю, что есть разные диалекты и разные языки китайские, например, кантонский и мандарин. Мы их все смешаем в одну группу, и китайские языки будут на третьем месте. На четвертом месте у нас французы, а также французский, креольский язык. На пятом месте у нас тагальский язык. На шестом вьетнамский. На седьмом корейский. На восьмом немецкий. На девятом месте арабский язык. И на десятом месте там-дам-дам-дам-дам-русский язык. В Соединенных Штатах Америки примерно миллион человек умеет говорить на русском языке. А теперь мы посмотрим, почему же носители этих языков приехали в Соединенные Штаты Америки. Китайцы сначала приехали на золотую лихорадку в Калифорнию в 19 веке. А потом открыли мелкие бизнесы, обслуживающие других искателей сокровищ. Американские федеральные законы закрыли путь китайцам в Америку почти на сто лет. Но в 1970-х годах, когда отношения между Китаем и США заново наладились, китайские эмигранты заново хлынули в Соединенные Штаты Америки. Многие теперь из них студенты или образованные работники, которые были приглашены американскими компаниями в Америку. Носители тагальского языка, жители Филиппин, могут иметь двойное гражданство и с 1979 года въезжают в США по 40 тысяч в год. Технология оказывает непосредственное влияние на популярность языков в США. Высокий рост технологий в Америке за последние несколько лет и стремление компаний не отставать от глобальных конкурентов вынуждает приглашать специалистов из других стран. Большинство из этих иностранцев приезжают из азиатских стран, где технология находится на высоком уровне. Многие азиаты переехали в США именно для коммерческих целей или бизнеса. Проблемы в Европе подтолкнули испанцев, немцев и французов. Почти 2 миллиона европейцев переехали в США в середине 19 века. В то же время почти 1 миллион французских канадцев въехали в страну. Всем известные мировые войны 20 века принесли новую волну эмигрантов. Носители немецкого языка и иврита ехали в США в надежду на лучшую жизнь. Будь то две мировых войны, будь то гонения определенных этнических или религиозных групп, США давало возможность этим людям найти лучшую жизнь или, по крайней мере, найти надежду на лучшую жизнь, когда приезжали они в новую страну. Арабы начали переезжать из Сирии примерно 100 лет назад. 135 тысяч арабов переехали после конфликта в 1948 году. Люди из Египта, Палестины, Сирии и Ирака ехали в США десятками тысяч, пытаясь избежать вооруженных конфликтов и войн в их странах. Безработица в их странах до сих пор подталкивает на переезд в страну с большими возможностями. 25% всех арабов, проживающих в США, переехали сюда в последние 25 лет. После того, как большевики пришли к власти, 30 тысяч эмигрантов переехали в США. Это была первая большая волна. Перед Второй мировой войной и после ее окончания еще десятки тысяч русских переехали в Америку. Но, конечно же, в трудные 90-е и позже приехали сотни тысяч русскоговорящих. Конечно, Соединенные Штаты Америки – это страна со множеством разных языков и культур. Всегда приезжают новые люди и новые традиции приводят с собой. Но нельзя забывать о коренных индейцах, коренных американцев, которые, к сожалению, свой язык и свою культуру теряют. Может быть, медленно, но теряют. Многие из них очень хотят, чтобы их дети выучили язык их предков, знали культуру, знали традиции. Но после столетий преследования и насильной ассимуляции в европейскую культуру коренные традиции теряются. Стоит заметить, что ни один индейский язык не попал в список 10 самых популярных языков в Соединенных Штатах Америки. Язык Новохо, который является наиболее широко распространенным индейским языком в Соединенных Штатах Америки, имеет всего лишь 170 тысяч пользователей. Сравните это с русским языком в Америке. Почти миллион жителей либо понимает, либо свободно говорит на русском языке. Если вам это видео было интересно, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии. А также заходите на мой второй канал, который называется Easy English, простой английский. Там я делаю короткие, но очень полезные ролики на тему английского языка. Ссылочку я оставлю внизу. Спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok